Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Дочери 10 лет, она учится в 4 классе, учится в среднем, занимается спортом, карател. Проблема в том, что она совсем не общается со сверстниками, и я не раз обращалась к психологам, обращалась к невропатологу, говорят, что развитие ребенка в норме соответствует возрасту, но у нее нет ни одной подружки, на улицу погулять во двор я ее отправляю с трудом, так как обычно она играет тоже одна, собирает какие-нибудь цветочки или камочки на спортивные секции, тренер ее хвалит, заняла второе место на соревнованиях, проблема та же, что ни с кем не общается, не разговаривает, сама мне говорит, что очень стесняется. Собственно, в чем вам здесь помочь? Если дочь стесняется, то лично ее можно направить к детскому психологу, я бы посоветовал клиент-центрированный подход, то есть именно специалист с клиент-центрированным подходом, здесь, на мой взгляд, мог бы помочь, ну, что называется, идеально, да, потому что, ну, как бы, так вышло, что детям, подросткам лучше всего подходит этот метод, потому что, например, икротерапия, она уже, на мой взгляд, в этом возрасте не имеет такого эффекта, вот, если бы ваша дочь была помладше, то, может быть, это и помогло бы ей, вот, это первое. Второе. Не совсем понятно, когда это началось, то есть если это, если так было всегда, это один момент. Если это началось, вот, ну, скажем так, там, с определенного этапа, с определенного периода, да, ну, было бы неплохо посмотреть, с чего это началось, то есть было бы неплохо поисследовать вот эту причину, с которой все началось, потому что вполне вероятно, что имела место быть какая-то травма, например. Вот. Дальше идем. Хочет ли ваша дочь сама общаться, да? Это тоже вопрос, может быть, ее все устраивает. Дальше. Вы на что здесь направлены? Если вы направлены на помощь своей дочери, то отправлять насильно ее гулять в виде не лучше. Здесь у меня складывается ощущение, что вы больше это делаете для себя, нежели чем для нее. Я повторюсь, это не лучшая идея в данном случае. Я повторюсь, что если вы решаете свои проблемы, свою проблему таким образом, то лучше бы вам все-таки делать это перестать и заняться собой, если вы какую-то свою проблему пытаетесь решить. В противном случае просто, ну, как бы, вот, ничего хорошего, да, опять же, из этого не получится, на мой взгляд, по крайней мере. Дальше. Значит, показываете ли вы своей дочери своим примером, что общение с другими – это хорошо, что общение с другими – это классно, это интересно, это здорово. Потому что если нет, если вы не общаетесь сами, с другими, то тут у нас есть, на мой взгляд, серьезная проблема. Следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, заключается в том, какова обстановка, в общем-то, в вашей семье. Ребёнок снялся не просто так. Всё, что ребёнок делает, он, в общем и целом, учится у родителей своих, к сожалению, или к счастью, это не так важно. И задача наша увидеть, всё ли в семье, в вашей семье способствует тому, чтобы ребёнок не осознялся. Потому что, если не способствует что-то в семье тому, чтобы ребёнок не осознялся, то он будет осозняться. Это нормально, в общем-то. Поэтому необходим анализ всё и вот того, как обстоят дела в, ну, вот, в вашей семье, да? На мой взгляд, это важно, если вы, если вы сами как-то тревожны, да? Если вы сами имеете, ну, вот такую тенденцию стесняться, да? Что, откуда ребёнку взять, ну, модель, иную, иную модель поведения. Да? Вот. Так что здесь я бы вот вам на это бы обратил бы внимание. И, соответственно, в этом направлении бы вам предложил бы двигаться. Да, забыл ещё сказать о том, что необходимо понимать, какой месседж, какое сообщение вы транслируете ребёнку. Ну, вот, в принципе. То есть, что вы ему транслируете. Как бы, что он от вас слышит, ребёнок? Одно дело, если он слышит от вас, что ты хорошая, ты молодец, там, я с тобой и так далее. И другое дело, если ребёнок слышит, ну, что-то другое. Тут нужно понять, опять же, что ребёнок слышит и то ли это, что вы хотите транслировать ребёнку. Вот. Где отец? Общается ли девочка с отцом? Тоже важный момент. Если ребёнок с отцом не общается, то она может чувствовать себя не такой, как все. Из-за этого. Много факторов, которые могут влия... влиять. И все эти факторы нуждаются в том, чтобы, ну, вот, их поисследовать, чтобы с ними поработать. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.В. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...